Эфим Степанов прячет волосы под повязку. Сегодня он играет пожилого моряка. Герой и его товарищи оказались совсем одни посреди бескрайнего моря в тумане. Четыре рыбака рассказывают в лодке истории жизни и пытаются бороться со стихией. В этом спектакле у заслуженного артиста России ранее была главная роль. 25 лет он играл мальчика Кириско. Каждый раз открывал героя по-новому. Когда роль где-то смыкается, где-то перекликается с твоим собственным жизненным опытом, со своей биографией, где-то как-то так, тогда это тоже. Кириско, этот мальчик, я в молодости, в советское время тоже жизнь у меня была не совсем такая сладенькая, поэтому все изнутри приходит. Спектакль «Желанный берег мой» актеры играют 41 год. Декорации и костюмы создавали вместе со спектаклем. Держат реквизит в рабочем состоянии сами. Подшивают вещи, латают кусочки кожи на лодке. Декорации делаются в мастерской, но уникальную лодку сделал Герасим Васильев, это народный артист нашей республики, однокурсник Андрея Исаевича Борисова. И он сделал вот такой конструктор лодку. И он совмещается буквально на четырех чеминалах. Актеры шутят, декорации разве что в Африке не побывали. Труппа объездила желанным берегом и Россию, и Европу. Постановку мерненцы смотрели, сдерживая слезы. Зато ревизор вызвал исключительно позитивные эмоции и собрал полный зал. Неудивительно, мерненцы давно просили побольше классических произведений. На этот раз зрители сидят в наушниках. Казалось бы, театр и наушники – вещи несовместимы. Но сегодня здесь это оправданно. Все спектакли на якутском языке. Зрители слушают синхронный перевод. Я впервые смотрю спектакль не на своем родном языке, а на якутском. Он очень эмоциональный и производит впечатление своими эмоциями. Мы очень рады. Вообще с удовольствием я сегодня пришла. Вообще вот просто впечатлений масса. Первый раз вообще вот с таким синхронным переводом. Все очень удобно, все очень понятно. Ну, мы в восторге. Вчера посетили спектакль, сегодня в большом восторге. Очень благодарны, что приглашают к нам в город Мирный. Якутсаха театр. За три дня в Мирненский театр пришли на спектакли больше тысячи человек. Смеялись и плакали, думали о жизни и вспоминали классику. Актеры главного театра республики признались – в Мирный всегда ездят с удовольствием. Зритель здесь благодарный и искренний. Ивана Филиппова, Анна Брущенкова, Кирилл Шолохов и Алексей Меркулин. Медиакомпания «Алмазный край».